На сегодняшний день к советам 66-летнего заслуженного врача-кардиолога Александра Мясникова прислушивается вся страна. Он уже шестой год рассказывает о самом главном на телеканале «Россия-1». За последние годы он стал настолько узнаваемой медийной личностью, что его популярность сопоставима с представителями шоу-бизнеса. Хочу заметить, что Александр Мясников – потомственный врач четвертом поколении. Он уверен, что вылечить можно практически любую болезнь, важно лишь вовремя ее выявить и начать с ней бороться. За плечами у Мясникова огромный опыт, работа в Африке, во Франции, США, руководство кремлевской больницей и собственная клиника. Что же касается личной жизни знаменитого врача, то известно, что он был дважды женат. А первой избраннице Александра известно только то, что семья продержалась недолго. Мужчина подал на развод и через непродолжительное время снова сыграл свадьбу. Его вторая жена Наталья закончила историко-архивный институт и работала в ТАСС. Но вскоре после свадьбы решила посвятить себя семье и оставила работу. Первые годы брака в связи с тем, что Александр работал в разных странах, они с женой много путешествовали по миру. А когда супругам было около 40, Наталья забеременела. Ее беременность оказалась полной неожиданностью для них. Александр в то время активно строил карьеру и считал, что время для рождения детей еще не пришло. Кроме того, у Натальи были проблемы со здоровьем. Однако, наперекор желанию мужа, Наталья родила сына, которого назвали Леонидом. А после его рождения семейная пара Мясниковых переехала в Америку, где Александр с головой ушел в карьеру. С его слов, он тогда работал по 90 часов в неделю, а Наталья оказалась практически в изоляции. Муж пропадал на работе, друзей нет, родственники далеко. И женщина, не выдержав одиночества, запила. Наталья пила почти 10 лет, а Мясников, хотя, как врач, понимал всю пагубность привычки жены, однако с ее алкоголизмом он бороться не стал, а еще глубже ушел в работу и, кроме того, стал искать утешение на стороне. У него появилась отдушина, любовница, которая впоследствии родила дочку Полину. В одном из интервью, вспоминая то время, Мясников рассказал следующее. Наташа пила, я гулял, но мы понимали, что развод проблемы не решит. Нам обоим от него стало бы только хуже. Да и как я мог бросить больного человека? В начале 2000-х семья Мясниковых вернулась из Америки в Москву. А на родине к Наталье вдруг пришло осознание, что дошла до последней капли. И с тех пор она бросила пить. А когда сын подрос, Наталья с ним уехала во Францию, где он в настоящее время учится в университете. Мясников при наличии свободного времени ездит во Францию навестить жену и сына. А Леонид тоже время от времени прилетает к нему в Москву. Так что семья уже давно живет на две страны. Так сказать, вполне современный гостевой брак. Что же касается внебрачной дочери Мясникова, то многие знакомые отмечают, что девочка внешне очень похожа на отца. Бывшую возлюбленную Мясникова зовут Татьяна. Она тоже медик и жила, стажировала в США, где они и познакомились с Александром. Сегодня Полине 14 лет и они с мамой живут в Москве. Александр признал свою внебрачную дочь Полину. И со слов доктора, у них с дочерью выстроились прекрасные взаимоотношения. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Цвет настроения. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова